Весенний аниме-сезон 2020 года это потерянный аниме-сезон. Изначально было анонсировано не то, чтобы очень много годноты, как минимум для меня, а следом... Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Да, вы и сами всё знаете. Так что добрая часть весенних аниме превратилась в проекты летнего сезона, и даже на пятёрку не наберётся, чтобы составить какой-то топ. Но тут чисто субъективщина, поэтому на вопросы, а где то, а почему не татова, отвечу просто. Не смотрел, так как не заинтересовало, поэтому и нет его здесь. Так что давайте отправимся в рейд по немногочисленным весенним аниме-хам. Так, подождите. Рейд? Рейд Shadow Legends. Это пошаговая коллекционная RPG, выполненная в стилистике тёмного фэнтези, с красивой графикой. Также в рейде есть 16 различных фракций, состоящих из уникальных чемпионов. Гномы, Орды, Нежити, а у племён Оргаринов мне понравился легендарный Игнатиус. Жирный танк, который будет полезен против сильных противников на арене. К тому же, игра совершенно бесплатная и доступна как на мобильных устройствах, так и на ПК. Но чем же занять себя в рейде? Можно проходить сюжетку, отправиться в данжена боссов, прокачивать своих чемпионов. А для любителей ПВП есть уже упомянутая арена для сражений с реальными игроками. И теперь доступна ещё и новая групповая арена. Поддержите мой канал и качайте рейд Shadow Legends по ссылке в описании, и за это вы получите 50 тысяч серебряных монет, 5 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, 1 день ускоренной прокачки, ключ кланового босса, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. И поспешите, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Настолько плохо, что даже хорошо. Такой слоган был на каждом стриме во время просмотра данного тайтла. И по сути, такую же итоговую оценку этому проекту я и могу дать. И нет, сейчас я не буду расписывать, почему башня бога плоха и прочее. Ведь правда, тайтл не ужасен, иначе бы я его дропнул. Но и хорошим его назвать уж никак не выйдет. Есть категория так называемых трэш-фильмов, которых у бога ну вот прям всё. Зачастую это происходит из-за непрофессионализма команды, работавшей над лентой, а иногда это происходит по непосредственной авторской задумке. С точки зрения качества всё ну просто ни о чём, но смотришь и тебе вроде бы нравится этот трэш. Для меня, правда, совсем уж лютая трэшатина, эта тема далёкая. Но вот кайфануть от каких-нибудь неудержимых, первых двух как минимум, которые нарочито эксплуатируют штампы боевиков 80-х, я вполне могу. И то же самое здесь, но чуть-чуть по-другому. При просмотре каждого эпизода меня не покидало чувство, что я это уже видел. Отдельные ситуации в каждом эпизоде. Сами персонажи и их поведение — это набор клише и штампов, читаемых чрезвычайно заблаговременно. О, вот этот глуповатый здоровяк выглядит ещё более грозным и сильным на фоне главного героя. Наверное, в итоге он привяжется к нему чуть ли не сильнее всех просто потому что. Хм, а вот этот вот явно антипод добродушному главному герою со своим прагматизмом и мрачными скелетами в шкафу. Вот эти в равной степени юзлесы будут, наверное, ПКД попадать в ситуации, где им придётся выяснить, кто же из них в большей степени бесполезен. Но в итоге статус души компании и трогательное примирение им обеспечено. Ой, тут испытания, где нужно сбивать других с платформы, и имеются две особы, что хотят свести счёты друг с другом. Ну что же, приятного падения. Обеим. И начало после этого введения диалога в более мирном ключе. И всё это, и многое другое было понятно вот чуть ли не сразу, потому что это стандартные тропы и базовые клише. Оттого и складывается ощущение, что я это видел уже, потому что в огромном количестве других проектов используются ровно те же тропы и ровно те же клише. И нет, я не против использования каких-то шаблонов исследованию стандартом. Без них не будет какой-то конкретной жанровой принадлежности, сюжетного и лорного базиса. Однако я уже много раз проводил аналогию со скелетом. Клише это как раз скелет. Поверх него накидываются мышцы и системы органов, что и заставляет его как-то по-особому функционировать. Следом идёт кожа и другие наружные покровы, которые формируют некую самость проекта. А потом ещё и одежду неплохо бы накинуть, чтобы какими-то уникальными фишками эту самость подчеркнуть. Но тут всё как-то дальше костей особо и не ушло. Интеграция ролевой системы в объективную реальность их вселенной, главный герой, основная мотивация у которого это девица. Да-да, спасибо папаше за клише 21 века коричневого цвета, что тут сказать. Но если так присмотреться, ну классы и классы чуть-чуть под себя их переработали, и они отражают больше конкретную специализацию, чем детерминированный набор скиллов. А система специализации, ну так-то много где есть. Да и обошлись как-то без всех этих элементов ММО с прокачкой и прочим. Да и чувство Баама Крахиль это не какая-то подростковая влюблённость, возведённая в абсолют. Она для него и по сути своей приёмная мать, и первый друг, и вероятнее всего симпатичная ему девушка. Несколько всё сложнее, пусть и тонкости этой химии не показываются, да. Да и в целом можно сделать поправочку на 10-летний возраст первоисточника. То, что сейчас приелось и надоело, тогда не так сильно приелось и не так сильно надоело. И такое отношение в целом к этому тайтлу. Ну да, видел такое много раз. Ну да, всё заблаговременно угадывается. Ну да, как-то вот заскучал уже. Опа, а вот и эндинг начался. Ну всё, еженедельная доза получена, двигаемся дальше. Башня Бога не вызывает какого-то негатива, агрессии, брюзжания и прочего. Читавшие Манхву по КД говорят, что недожато. Аниме-онли отдают себе отчёт, что вообще-то не шедевр смотрим. По крайней мере так у меня на стримах было, так что завышенных ожиданий и высоких требований как-то особо и не было. И в итоге даже норм что ли получается. Хотя эпизод с буквальным поиском друзей, ну кринжовенько это для подросткового проекта. Для совсем ещё детской аудитории окей, в самый раз. Но для подросткового, ну ладно, пусть будет. Однако, простым отсутствием негативной реакции на очевидно-посредственные моменты не объяснить нормальность тайтла. Визуально аниме больше интересное, чем неплохое. Всё-таки такая стилистика не самая привычная и цепляет в первую очередь тем, какой она является, а не тем, как она исполнена. А исполнена она... ну где-то рисунок анимации неплохи, где-то вполне стандартны. И плохие моменты наверняка тоже найдутся, если поискать. В общем, приемлемо. Музыкальное сопровождение вполне доставляет, а задействованные Сею, Кайя, Чисаки и Джирайи это отдельный плюс, как по мне. Но кроме всего прочего, Башня Бога это аниме по большему счёту персонажа-ориентированное. Да, почти никого из них толком и не раскрыли, и аниме не особо-то и скрывает, что впереди ещё куча сезонов. Вот там и узнаете, что за скелеты в шкафу у Куна, какие перетряски в коллективе будут в дальнейшем, кто кому какие подлянки сделает, какие интриги будут плести, и да, Рахиль. Ох, сделать персонажа, который всем ненавистен, это всё же нужно уметь. И как бы это ни звучало, пока она лучший персонаж Башни Бога. Ребята, читавшие Манхву, жаловались, мол, там она злая, потому что злая и оттого ощущается как чистокровная сущность этого самого зла. А тут её действием выдали Бэк и причинность. И я так-то и не сильно против. Конечно, сравнивать нужно на контрасте, которого у меня нет. Но в целом мне нравится, как нам показали причину этой злобы. Это типичный обиженный завидующий подросток, который вместо того, чтобы сделать шаг в новую кампанию, задаётся вопросом, почему не я в её центре? На самом деле, в реальной жизни эта тема сложнее, да и в Башне, надеюсь, завезут больше подробностей, хотя пока глубиной тут как-то и не пахнет. Но челы говорят, что дальше будет лучше, так что подождём и поверим на слово. Ну а пока вырисовывается тенденция, что нам показывают занимательную ситуацию, как персонаж в погоне зачем-то не замечает того, что уже имеет. И тем самым, своими поступками, своими решениями и вырабатываемой позицией формирует из себя злодейскую сволочь, перешагивая при этом через себя прежнюю. Не удивлюсь, если конечная мораль истории будет весьма проста. Что Рахиль тянулась к звёздам, но звезда по имени Баам и так всё это время была под для неё. В итоге, Башня Бога это среднее аниме, как оно есть. Ругать не хочется, ведь и так с ним всё ясно. Ну и хвалить его тоже особо не за что. Буду надеяться, что обещанный разгон сюжета, большая серьёзность, мрачность и проработка персонажей с их проблематикой действительно случится в будущем. Ровно как и выстрелы всех ружей и срабатывание всех клиффхенгеров, которых развесили-раскидали в последних двух эпизодах прям-таки очень много. И да, скрывать не стану, то как были сделаны две последние серии, ну прям скажем, действительно вызывает значительно больше интереса к будущему сезону, чем предыдущие десять серий. Потому что именно после них начинаешь как-то задаваться с вопросом, а что за башня, а где башня, а куда башня, а зачем башня и тому подобное. Совершенно новый зверь, это вот как раз те самые неудержимые, о которых я говорил выше. Заходя на Шикимори, чтобы чекнуть, когда там аниме выйдет из Хиатуса, я увидел комментарий следующего содержания. Мол, нет в этом тайтле глубокого сюжета, как в Гуренлагане или том же Евангелионе. И это совершенно верно, его нет. Но кто его тут вообще ждал-то? Я с первой серии понял, что проект идет ровно по тому же пути, что и Промор, предыдущая работа триггеров. Красивый, сугубо развлекательный эмоциональный блокбастер, где сюжет и выстраиваемая им проблематика поверхностны и заданы лишь для того, чтобы дать закрутиться основному действию. Все это действительно так, и это неплохо. Казалось бы, мы живем в весьма праздное время и уже совсем перестали ценить вещи, созданные исключительно для отдыха. Потому что и так слишком много отдыхаем. И я не могу назвать себя великим трудягой и человеком, что потребляет поток только полезной информации. Нет, но все же добротно сделанные развлекательные блокбастеры продолжают меня радовать. Мда, для челиков, что смотрят в ангуэнге десятки тайтлов, возможно, это аниме будет и ни о чем. И вот как раз им захочется поискать тут свет спирали, который отыскать они едва ли смогут. Но мне и так норм. Про сюжет особо не стану распинаться. Есть зверолюди, у них свой почти зверополис, который то ли вольница для них, то ли напротив изолированная гетто, так как в мире людей их не особо жалуют. На этом, естественно, строится конфликт истории. Есть ребята, которые хотят поиметь выгоду в этом конфликте. Есть скрытый заговор, и сама эта проблема уходит... Нет, не в бескрайний космос, а всего лишь вглубь истории. Вот тут, конечно, непорядок, хочу я вам сказать, но да ладно. Есть еще и главная героиня, которая сначала человек, потом зверо-человек, и являясь и тем, и этим, конечно же, разрулит весь этот давний конфликт, попутно разрешив проблемы со своей подругой. Которая тоже сначала человек, а потом зверо-человек. Есть тут еще и волк, и иногда даже с цитатами. Есть еще и... Да, Дио. И имеется, например, Китсуны Айдол. Ну, мало ли, может, для кого-то это станет плюсом. За 12 эпизодов история раскрывается максимально полно. Будь то судьба главной героини, глобальный сюжет истории побочных персонажей, общий мировой лор от его истоков и до текущих событий. То есть, все крепко так сбито для такого непродолжительного проекта. При этом история частенько так делает шаги в сторону. То тебе вылазка обратно на территорию людей с местной тиктокершей, то убойный бейсбол. И все это с, пожалуй, смешным юмором и в целом веселыми ситуациями. Которые внезапно так разбавляются сценами с кровищей. И все это весьма неплохо исполнено. Цвета кислотные. Анимация нормальная. Музыка в тему. В общем, смотреть приятно, пусть и вторая половина тайтла сделана хуже. И это, увы, в глаза бросается. Если бы не последний факт, то без каких-либо оговорок можно было назвать это аниме хорошим. А так, оно хорошее, но с оговорками. Так что, если смысл вам не надо, а почилить наоборот хочется, совершенно новый зверь вполне может вам подойти. Очередное аниме не для всех. Почему очередное? Ну так чекните мой топ аниме зимы 2020. Это видео уже почти закончилось, так что сразу после него залетайте туда. А почему не для всех? Ну так потому, что бьет в далеко не самую широко представленную целевую аудиторию, как минимум в русскоязычном сегменте, так еще и тематика еще далеко не всем интересная. Локальный мем про взрослое аниме для взрослых людей, думаю, все еще актуален. И волны это как раз то самое аниме. В центре истории жизни людей примерно моего возраста и старше, и ориентируется аниме, собственно, на мою и еще более старшую возрастную группу. И нет, речь не о различных проявлениях 18 плюс контента. Речь в целом о показе этой жизни. Особенности отношений, личностные кризисы, всевозможные трудности, связанные с работой и какими-нибудь там финансами и прочие, зачастую сугубо бытовые вопросы, все это из мира, в котором уже живу я, и до которого какому-нибудь школьнику еще предстоит дорасти. Другая специфичная сторона данного тайтла — это повседневность. Конечно, те самые ребята, которые смотрят десятки ангоингов, наверняка и повседневность потребляют, но это прям, скажем, не мое. Не знаю, из-за немой манги мне на ум ничего такого не приходит, что меня зацепило бы, ну кроме карнавального фантазма, конечно же. Slice of Life комиксы... да только Арчи разве что. А все эти ТВ-ситкомы... Ну вот, например, Сабрина Маленькая Ведьма занимала время между приключениями Джеки Чана и Галилео. Конечно, старая Сабрина-то хороша, но смотреть Джеки и Галилео было всяко интереснее. В общем, уловили. Совсем это не мое. Однако, несмотря на это, аниме мне вполне зашло. И да, зашло оно мне даже больше двух вышеозвученных проектов. Да, имеется близость для меня мира и его восприятие персонажами, что в нем существует. Все это к тому же приятно выполнено, если мы говорим о техническом исполнении. Те же шутки, коих тут много, и большая часть из них действительно смешная, обыгрываются в том числе и техническими средствами. Хотя, непонятно зачем накладываемая текстура поверх изображения очень часто раздражала. Но правда, когда персонаж шевельнулся, а текстура осталась на месте, ну прям совсем криво это выглядит. И самое главное, неясно для чего. Все ведь и так уже отрисовано, а это как будто, я не знаю, пыль на экране. И да, собственно, сама тема с радио, его противопоставлением телевидению и общими тонкостями работы в этом ремесле. Основной блок базовой информации, особенности технического процесса, этапы создания авторской передачи и ее закулисья во время радиоэфира. Все это интересно и все это здесь есть. Я никогда не был заядлым слушателем радио, а уж тенденцию с онлайн-трансляциями, где снимают саму дикторскую студию, я и вовсе как-то пропустил и не вникал в эту тему. Так что для меня это занятные подробности данного ремесла. Да и думаю, даже для завсегдатая тех или иных станций будет что-то забавненькое. Тут все-таки стрим с эфира это одно, а его полное закулисье совсем другое. Но история это, как вы понимаете, не об абстрактных людях. Главной героине 25 лет от роду, на год старше меня, если что. Она переживает тяжелое расставание с Фарневой, да-да-да-да-да, розовые сопли, но подождите. На работе тоже все не ок, она накидывается в баре с неким незнакомцем, который воспользовался ее положением и... пустил запись их разговора в эфир, вот. С этого и начинается ее путь в качестве радиоведущей со своей экспериментальной передачей. И никакого чуда нет. В эфир ее пускают почти без оплаты труда, еще и в ночную смену, когда все спят, и вообще все это лишь раз в неделю. И через все эти передачи, которые частенько воплощаются в формате радиопостановки, Минаре копается в первую очередь в самой себе и по итогу приходит к определенным выводам. Реальность смешивается с действительностью, и это не уровень Perfect Blue, конечно, но тоже хорошо. И аналогичную рефлексию проходит далеко не только она. В общем, если такая возрастная направленность и жанровая специфика тайтла вас не отпугивает, а тема радио и вовсе интересует, присмотритесь. Я не могу назвать этот тайтл великолепным, с выдающимся смыслом и шикарным сюжетом. Нет. Это по-хорошему простенькое аниме, которое, несмотря ни на что, оставило приятное впечатление, пока я занимался его просмотром. И еще этот проект хороший пример того, почему все-таки по возможности стоит смотреть аниме, да и западные сериалы и фильмы, чего уж там в оригинале. Мда, мало какой дайвер сможет с такой интонацией отторотурить реплики. Ну что ж, друзья, такой вот ролик, такой вот не топ аниме весны 2020 года. Не забывайте поделиться, что вы думаете о тех проектах, которые я обозначил, а также о тех проектах, которые лично вам понравились в этом аниме-сезоне. А также напомню вам, что неплохо бы подписаться на группу ВКонтакте, ведь именно там я делаю анонсы стримов. На ютубе читаем мангу, а на твиче смотрим аниме. Еще вы можете поддержать меня, если оформите спонсорскую подписку. И на этом, пожалуй, все. Субтитры сделал DimaTorzok